сгорание прямой путь к онкологии это прямые это прямейший путь к онкологии какой-то момент я вообще словил паническую атаку хотя никогда такого не было что у меня просто невероятная тревога меня всего трясет или на в оболочку мы восстанавливаем за счет вот этих вот рефлекторных без кислородных наших и вот каждый раз когда я делаю эти упражнения я прям чувствую что я заново рождаюсь если вот вы хотите чтобы мозги у вас включились и так сказать никакой начальник вам так что пили пили не сделал выполняете упражнения я вижу с собой что это не временный а это постоянно причем усиливающийся эффект будет и и больше радости и больше денег и здоровья будет хорошие и так далее потому что денег по-любому я хочу вам сказать это не просто газетный слог дорогие друзья прежде чем валерий морозов поздоровается с вами и ответит мне тем же самым приветствуем с огромным удовольствием нашей целевой аудитории нашим привычной аудитории нашим кафедральщикам новослужащим старослужащим повторяюсь с огромным удовольствием для себя лично для нашего коллектива представляю вам нашего замечательного товарища партнера одного из ведущих специалистов в области айти технологий господина морозова валерия владимировича человек который приехал к нам и самой культурной столицы самой культурной страны на нашей планете под названием земля это город санкт-петербург валерий публика приветствует вас здравствуйте дорогие зрители спасибо виктор владимирович за такое яркое представление у меня честь сегодня взять у вас интервью и у меня сегодня будут вопросы связанные с тем чтобы как повысить свою эффективность точки зрения предпринимателя то есть как работать меньше но при этом чтобы моя эффективность оставалась такой же потому что я замечал за тем что например я прям эффективно могу работать четыре часа а потом мое внимание начинает там размазываться вот вопрос можно ли вернуть так чтобы это было восемь часов и 12 как раньше когда я начинал когда мне было там 24 25 и соответственно я поспрашиваю вас про то что про сколько часов можно работать право выгорания и вот про все вот это вот и еще дорогие зрители мы для вас сегодня подготовили замечательный бонус в течение сегодняшнего интервью мы будем давать пять цифр и когда вы соберете эти пять цифр вы сможете попасть на бесплатную консультацию на которой конкретно под вас подберут упражнения по повышению энергии они занимают у меня буквально 5-10 минут в день но после этих упражнений я сразу включаясь мой мозг начинается работать в два раза лучше поэтому внимательно смотрите это интервью и соответственно не пропускайте ни одной цифры и так первая цифра которую вам нужно себе записать это будет 5 так виктор зеленый первый вопрос сколько же в день эффективно можно работать 8 часов через каждые два часа делает 20 минутный перерыв делать обязательно перерыв на два часа после полудня и опять 4 часа работать вот восемь часов со скольки существует ли жаворонки совершитует ли совы во сколько надо начинать работать что было прям максимально эффективно но то опять же зависит от того в каком коллективе вы работаете и каким стереотипом вы подвергаете себя и какие у вас привычки если вы работаете в коллективе то конечно никакие совы и жаворонки в этом плане не работают потому что есть будем так говорить какие-то социальные ограничения или социальные правила а по большому счету если вы работаете фрилансером то пожалуйста встали туалет привели себя в порядок если вы знаете за собой что вы так сказать жаворонок начинаете работать но опять же вот с использованием вот этих вот рекомендаций части кратности работы и отдыха если брать с точки зрения здоровья вот как вы порекомендуете во сколько просыпаться во сколько спорт и там и во сколько вот начинать работать ну я хочу сказать что моя будем говорить приватная ситуация мой приватный опыт который подтвердился сроками и там успешностью моей службы он говорит о том что самое лучшее время для подъема это 6 часов утра и это 30 минут активной двигательной гимнастики обязательно душ обязательно плотный завтрак и обязательно в общем-то начало работы а время активного спорта активного спорта тренировочного значит это самое лучшее время это от 19 до 21 часа вечером отлично какие задачи вот сам самые сложные задачи ставить на утро на вечер как распределить день если то есть еще процессы какие-то обучения вот как распределить свой день в этом случае если вы хотите больше запомнить если вы хотите больше воспроизвести это но уже с учетом того что мы с я так понимаю договорились до коллективе или фрилансер да то это самое лучшее то это первые два часа это время это время запоминания это время получения новой информации следующие два часа следующие два часа это будем говорить время отработки вчерашних каких-то моментов которые были связаны с вечерними мозговыми штормами и результаты их реализации или продолжение их или уже подведения так сказать каких-то итогов но и после двухчасового дневного перерыва конечно это разработка новых моментов таких или коллективных или своих личных но уже в части охвата новых каких-то информационных территорий и обязательно воспроизведение того что вы запомнили в утренние часы то есть их перенос вот уже так сказать на вечернее время то есть первым делом выполняется самые сложные задачи которые поставлены на день и вторым этапом идет какая-то планерка обсуждения того что было сделано например за вчера подальше идет перерыв после перерыва идет что получается после обеденного перерыва вы разрабатываете новые территории у вас вы расширяете горизонты то есть след есть ключевые задачи которые утром потом можно планерку обсуждения потом какие-то дополнительные новые действия и соответственно подведение итогов и план да и планы на будущее на завтра отлично а если какое-то обучение ставить это также в рамках восьми часов или это зависит а это зависит очень хороший вопрос это зависит от того чему вы обучаетесь например языка очень хорошо значит в этой части в этой части я хочу вам сказать о том что извините за мой французский язык очень хорошо работает правило полилингвальности то есть вы что вам было понятно первую часть времени то есть первых четыре часа вы занимаетесь то что вам близко по произношению это романская группа языков это будем говорить английский английский язык а вторая часть дня это это языки которые нам не свойственны по произношению это японский корейский китайский язык это если вы спросите с чем это связано это связано как раз таки с тем как у нас работают привычные или непривычные мышцы и привычные непривычные связки которые как раз таки тесно связано в этой части с тем как ведет себя наша печень и желчный пузырь которые и определяют качество нашего дыхания качество запоминания мышцами произносения всех этих вещей это очень важно понимать но да вот что делать случае 8 часового рабочего дня то есть представим утром встали поехали там в офис на работу сделали всю работу и вот вечером например есть тренажерный зал и есть английский язык вот соответственно после работы идет тренажерный зал а после тренажерного зала английский или английский язык вообще поставить на утро перед работой а это зависит от того что вы собираетесь делать с английским языком например просто развития для себя развитие для себя замечательно значит вы первые два часа утром запоминаете новые слова а в украине два часа вечером выхват производите то есть если на примере например самого распространенного прикладном плане изучения языка взять книжку селинджера на пропасть урожи то вы запоминаете самые легкие слова и выражения в утренние часы а вечером их пытаетесь воспроизвести отлично то есть распорядок дня будет такой что утром проснулся это душ плотно завтрак потом изучение чего-то дальше идет сложная задача потом планерки обсуждение то что было сделать за вчера потом какие-то новые задачи с зазором на будущее и подведение итогов дальше мы едем вот вы сейчас замечательную вещь сказали с зазором с зазором не нужно не нужно так сказать буквальном смысле вот эти горизонты делать взяли как говорится мозговую пилу и сделали вот эти вот насечки сделали у себя и потом на завтра вы так сказать как локоточки себе обдираете понимаете вы мимо этих зазоров не пройдете соответственно после работы начинаем например тренажерный зал и вечером пришел воспроизвести то что было и ранее на утром таким образом происходит лучшее запоминание и под конец дня с детьми там с любимыми и спать ну да отдыхать конечно конечно да и в этом смысле если вам интересно и продолжение гигиены будем говорить и в последующей жизни в этом плане связано с видом вашей деятельности конечно это это обязательно соблюдение обрядовости в отхода ко сну что я имею ввиду что так сайте мы делаем of то сделаем выключение делаем объявляем мораторий на все гаджеты на все разговоры и так далее так далее так далее какого периода сна за 45 за 50 минут потому что как раз таки это всегда носила характер обрядовости и когда у нас идет резкое смещение грубо говоря мы сидим там или смотрим новости или выясняем отношения или там копаемся в бумагах заполняем там финансовую отчетность и так далее так далее так далее потом смотрим на часы нас это подбрасывает а мысли то наши остаются за столом мысли то наши остаются с собеседниками мысли наши остаются нереализованными то есть должен быть определенный разрыв потому что мозгу давать вот эти ошибки это а потом мы гоняемся за мелатонином потом мы гоняемся за незаменимыми аминокислотами и сидим 2400 баранов 2400 как раз вопрос я подготовил как сделать так чтобы быстро засыпать потому что может быть есть какая-то задача связанная с работой или там переживание поводу отношений или еще что-то как сделать так чтобы быстро уснуть вы имеете ввиду уже чтобы я вам дал какую-то конкретную рекомендацию просто мыслами мыслами по древу не конкретную рекомендацию конкретно конкретно рекомендации это просто взять себя элементарно здесь заземлить иметь пачку морской соли так сказать в тумбочке развести 10 столовых ложек соли на 5 литров воды опустить туда ноги при температуре 38 42 градуса чтобы это было на два пальца выше ваших лодыжек закрыть коленочки закрыть ножки и посидеть так сказать или почитать молитву и там католическую или там или суру если вы мусульманин или так сказать если вы буддист так сказать 108 раз почитать он маны под махом и будет вам счастье тоже включается ритмы из которых вы потом уже не вы не вылезете из этих но это опять же с учетом того что так сказать если отбросить религиозная составляющая можно просто книжку почитать какую книжку это почитать какую можно почитать чтобы отойти ко сну не надо книжку читать послушайте пола маккартни и стадии и вам станет легче 40 минут пол маккартни не зачем вам достаточно а вы имеете ввиду нет обрядовость это ванночка для ног это то это так это нахождение в постели это будем говорить себя приспособление к постели чем заниматься 40 минут если не сидеть в гаджете и не читать религиозные книжки но если не если не сидеть и не читать то если бы вы вот вы же задаете вопрос опять же из-под чего из под какой ситуации что у вас эти обстоятельства достали понимаете поэтому вы задаете этот вопрос человек же рубит дрова не тогда когда так стать ему просто хочется я не имею в виду там чалентана понимаете всего сексуальной сублимации а тогда когда ему нужно печь растопить для каких-то целей в общем я к тому что для того чтобы замедлить свое вот свой мозг вы рекомендуете почитать вообще абсолютно отстроенную литературу и она таким образом останавливает мозг и идешь спать ну в этом смысле конечно да почему потому что ну поймете как бы это не звучало парадоксально надо нам надо мыслями скользить вот в этом смысле я сам себе перебираю мыслями проскользить по древу не 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 цепляться на каждом сучке понимаете чтобы иметь потом за дуреньки просто это время чтобы оно просто прошло потому что это мозг очень важно понимаете вы же глаза закрываете вы спить а он же продолжает работать свою свою работу очень максимально интенсивно и уже вам будет выдавать реалии вашего здоровья оздоровление на следующий день а если вы его так сказать или нокдаун или нокаут или нокаут или нокдаун то а можно например включить какую-нибудь медитативную музыку и там по представлять свое какое-нибудь позитивное будущее в эти 40 минут пока ноги соленой воде или желательно все-таки почитать или купить кусочек бали я хочу сказать что я в свое время очень любил читать дневники артура конан дойля но вы знаете да знаменитого английского писателя вот так он на своем дневниках писал что готовясь к образу шерлока холмса он как раз таки все вот эти вот моменты он извлекал звуки и скрипки он курил вот это вот так со шотландскую трубку и он держал ноги в соленой воде но почему-то вот и скрипка и трубка вошли а вот соленая вода так стать почему-то не вошла вот понимаете почему ну значит наверно какие-то реалии были ну наверно трубка в зависит от того чем она наполнена сейчас трубка заменилась на гаджет вот поэтому без гаджетов окей то есть я вот за то чтобы был конкретный вот алгоритм то есть у нас соленая вода спокойная музыка и можно почитать биографию кого-нибудь например но или библию там или книжку которая связана с религией зависит опять же от того чью биографию вы собираетесь читать под кого вы себя чистите как маяковский тогда можно просто маяковского почитать смотри кого какого маяковского мне нужна просто книжка кроме религии вот вы мне рекомендовали читать бородино как насчет но его правда не будь же каждый день или учить например можно бородино или какие-нибудь стихи учить или не надо учить пиво посидел ванной ну знаете у меня отношение к михаил юрьевичу достаточно такое вот будем говорить и полярное понимаете поэтому когда я вам советовал учить бородино я подразумевал как доктор немножко другой там с 3 терапевтический ритм если говорить о стихах если говорить о поэзии которая на самом деле как вы говорите медитативно вот на мозг очень хорошо влияет очень хорошо очень хорошо на мой взгляд работает александр фетт очень хорошо очень хорошо работает белые стихи иван сергеевича тургинева но это опять же понимаете ваша внутренняя культура почему потому что вы же задаете мне этот вопрос уже с высоты своего опыта и с высоты желание потребления понимаете своего как вы именно вот с точки зрения того миллиардера которого вы мне задавали вопрос а если это сейчас услышит молодой человек и скажет да что там один седой бородой другой с молодой бородой сидят учат меня жизни один ноги держать соленой воде другой лермонтова читать я лучше пойду гаджеты но болезнь же легче состояние легче предупредить согласно что будет если все-таки есть желание к переработкам что будет происходить с организмом и вот что грозит хардвокерам которые все равно будут работать на износ вот пока он пока может он работает хаврутером грозит буквально смысле онкологии как стиву жопси практика да да практика показывает что львиная доля львиная доля хардвокеров заканчивает онкологии и кстати наша практика вот с моей женой профессором татьяна дина и картенко даже в нашей клинике так сказать через наши руки проходят в определенном количестве те или иные хардвокеры вот и даже самого близкого окружения и мы нам большого труда стоит конечно людей убедить о том что ребята не нужно этого делать почему потому что там элементарно идет выгорание на уровне клеточных структур я правильно понимаю что это не только психологическое это и физическое получается это первую очередь физическое выгорание которое тянет за собой психологическую усталость психологического выгорания и психологический цинизм психологический сарказм и так далее так далее так далее то есть учится есть расчеловечивание в лучшем смысле этого слова человек перестает себя просто осизать в этом плане то есть я правильно понимаю что если уже ты в работе чувствуешь выгорание то это уже просто красный фонарь о том что займись здоровьем Потому что уже здоровье начало сдавать, а если ты психологически уже не выдерживаешь, то надо просто ставить на стоп работу и заниматься своим здоровьем. Иначе можно плохо кончить. Ну это опять же, понимаете, из Ветхого Завета. Это опять же из Ветхого Завета. Поясните, не понимаете. Ну я имею в виду, так сказать, все наши благородные пожелания, все наши пожелания попасть в рай заканчиваются дорогой в ад. Потому что нам хочется здесь и сейчас, это модель нашего выживания и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, это суть, по сути дела, биологическая. Ну да, в основном. Это суть наша биологическая. Она может быть не очень популярна и не очень модна, но она не является таким, будем говорить, мейнстримом, потому что мейнстримом на сегодняшний день является все-таки достигательство или достижительство любой ценой, но без оглядки на тот красный фонарь, который в лучшем смысле этого слова не амстердапский, а знак предупреждения, алярм, алярмизация, который говорит о том, что дружок, хватит, хватит, остановись. Потому что тот процесс, который за... А очень быстро, я хочу вам сказать, вот очень быстро. Вот мы смотрим, кстати, на лабораторную диагностику, и мы видим о том, что, так сказать, на клеточном материале, так сказать, 20-летний, 25-летний рак, и они семимильными шагами начинают идти. Семимильными шагами. Если такой человек, так сказать, как Артемий Лебедев, знаете наверняка вы такого, да? Если он уже открытым текстом говорит о том, что рак, так сказать, захватывает все территории в этом плане, то, наверное, есть смысл задуматься. Если нет, извините, если нет авторитетов из академического плана, ну, хотя бы послушайте те авторитеты, которые вот они, рядом с вами. То есть, выгорание прямой путь к онкологии. Это прямой, это прямейший путь к онкологии. Даже с точки зрения поведения, клетка начинает сепарировать, клетка начинает себя саморазрушать. Понимаете почему? Потому что у нас, если я вас не задерживаю своим ответом, у нас достаточно длинный с точки зрения формулы биохимической путь по получению энергии, но он равен 0,24 секундам, то есть, системы воспроизведения. Но онкологическая клетка, онкологическая клетка, это 24 секунды, потом это 2 минуты 4, и далее, далее, геометрическая прогрессия. То есть, идет отвлечение на себя всех энергетических структур. Плюс, я правильно понимаю, что при выгорании снижается еще иммунитет? В первую очередь снижается иммунитет. Почему? Потому что ответчики, ответчики иммунные, это лимфатическая система. А лимфатическая система у нас, она таким образом, как любит говорить моя жена, заточена под систему, будем говорить, охраны сосудов. Почему? Потому что у нас ведь редко кто даже из специалистов, из медиков понимает истинное значение лимфатической системы. А смысл заключается в том, что лимфатическая система, она сама по себе является шлюзовой системой. То есть, у нас одна кровотворная, у нас одна система жидкостная, да, это система нашей кровоснабжения, у нас другая система жидкостная. Так они, вот эти структуры, они у нас перемещаются. Лимфа попадает в кровь, а кровь в части белка излишнего попадает в лимфу. И вот эти пресловутые все моменты связаны с ранними атеросклерозами, с ранними вот этими всеми моментами, связанными с повреждениями сосудов и так далее, это как раз таки наша селезенка просто перестает работать как иммунокорректор. Все. То есть, из-за переработок селезенка перестает хорошо работать. Все, просто перестает работать. И это ведет к тому, что падает иммунитет. Конечно. И, соответственно, все идет не туда, куда нужно. И просто есть такая очень популярная фраза среди предпринимателей, что сон для слабаков. И, соответственно, это сон для слабаков. Что выспимся на том свете, а сейчас нужно работать, делать результаты. Ну, я не думаю, что это только среди предпринимателей. Я считаю, что это вообще крайне идиотская фраза. Она, в первую очередь, через нее мы можем, ну, я не знаю, это нужно в эфир говорить или не нужно. Это, в первую очередь, касается системы организации государства. Это первый признак тоталитарности. Когда вас заставляют работать с высшим миром. Вот, когда... Тут вопрос не заставляют. Тут вопрос, когда ты сам. То есть, есть же, например, люди, для которых создают для себя фокус главная работа. Например, у них там были проблемы в отношениях. И они уходят полностью в работу. Соответственно, и там работают до изнеможения. Но, тем самым, они довольны собой хоть где-то. На каком-то промежутке времени. А потом тогда, когда у них точка отчета, знаете, это мне напоминает лечение алкоголиков. Лечение алкоголиков, когда вот прежде, в советские времена, человеку подшивали торпеду. Вот. И, понимаете, а он лежал на кровати и каждый день зачеркивал дни. И многие врачи не понимали, а что он там чертит на стене. А он зачеркивал дни, которые у него торпеда там стоит. Понимаете? И вот у него радостный день наступал тогда, когда ему эту торпеду вытаскивали оттуда. Он бежал, напивался и умирал в течение этого дня. Вот вам, так сказать, диссонанс. Ровно так же и человек. Да, я хочу кому-то что-то доказать. Там соседу. Там женщине. Которая меня там не бросила. Или не приняла меня. Или наоборот, там, детям своим и так далее, и так далее. И это сделал и прочее, прочее, прочее. И я этого достиг. Я хочу этим со всем миром поделиться. А меня уже не хватает. А на вскрытии, так сказать, разрыв сердца. Все. И кому это все нужно? Просто я вот вспоминаю. Сейчас вы когда все это рассказываете, у меня начинает складываться картинка. Я, потому что были очень много уважаемые люди в моей области. Например, там тоже самое Андрей Парабеллум. Или там Константин Довлатов. Они очень много работали. Они очень много работали. И в какой-то момент их не стало. Просто там коронавирус их срубил. И хотя при этом были максимально заряженные люди, вовлеченные в свое дело. И они действительно много работали. Вот. И сейчас, когда вы объясняете, как это происходит, просто банальные переработки привели к тому, что таких же замечательных людей, к сожалению, не стало. То есть, получается, то, что это вот эта вот идея того, что надо прям много работать, она с одной создает лидеров и звезд. Но эти звезды очень быстро гаснут. Потому что... Алексей Максимович Горький. Данка. Советую всем. Только не на ночь, а так иногда открывать. Никогда душ... Ой, соленые ванны. Да. Вот. Понимаете, который шел, так сказать, эта толпа шла в недоумение, в темноте, там в обрыдлости и так далее, и так далее. Он распахнул свое сердце, в смысле грудную клетку, вытащил оттуда сердце, и осветил всем дорогу, и все пошли, и растоптали его, и растоптали его сердце. Понимаете? Потому что есть лозунги, есть лозунги, да, ситуационные. Сгорая сам, свети другим. И хорошо. Это хорошо? Не очень. Это вообще никак. Но это воспринимается обществом? Воспринимается. Воспринимается. Тогда, когда? Когда обществу нужен был, но нужен волшебный пендель. Понимаете? Вот под волшебный пендель все это сразу вспоминается. Я просто сейчас как раз замечаю, что вот эта IT-область и в целом техобразование, она именно в основном многие делают в надрыве, очень много отдавая энергии и забывая восполняться. Кстати, вот отсюда я хочу перейти к тому, а как же начать восполняться? Вот если начал чувствовать, что уже все начинаешь сдавать, начинается выгорание или предупредить вот это вот выгорание? Соблюдение режима гигиены. Просто вот это вот... Соблюдение режима гигиены банальнейшим образом, потому что, если время ваше и мое для вас позволяет, такой ответ, я хочу вам сказать, что это все классические каноны классической восточной медицины. Время максимальной активности системы, время минимальной активности системы. Вот для того, чтобы вот, если мы с вами вспоминаем вот эти регламенты, вот я вам рассказывал, время максимального запоминания, время максимального запоминания, да, это время, так сказать, максимального выхода инсулина. Что у нас происходит с временем максимального? У нас происходит время максимальной активации наших мозговых центров. В этот момент что у нас происходит? Замирание, запирание системы всасывания. Понимаете, а мы что зачастую видим? Мы видим зачастую, что человек проснулся 5 или 6 часов утра, время активности селезенки, поджелудочной железы, вот это время хорошее запоминание, а он сидит, понимаете, он сидит и уже, так сказать, как сейчас принято говорить, забрасывает в себя, так сказать, сладости, 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 тем самым нарушается естественный процесс инсулинизации, значит, мозг начинает становиться наркоманом, в этом смысле лучше слово, значит, что мы его делаем? Мы его делаем заложником, а потом мы ожидаем чего? А в чего это я второй, третий, или пятый, седьмой день в туалет не хожу? А с чем ты будешь ходить в туалет, если у тебя, извини мне, система всасывания нарушена? Потому что ты инсулином, так сказать, все эти вещи у себя позабивал. Как это избежать? Вот и вот, и вот элементарно. Поработал, отдохни. Поработал, отдохни. Два часа поработал, отдохни. Конечно, конечно. Все как, либо по 45 минут и 15 отдыхать, либо полтора часа работаешь, полчаса отдыхать. Да, да. Отлично. Но мы пока с вами не раскрыли, самое главное, то, что вы мне помогли, как раз вы мне дали рефлекторную гимнастику. Вот это очень сильно помогло мне включиться и быстро восстанавливаться. Вот расскажите, пожалуйста, как это работает? Это работает ровно так же, как работают каноны или правила традиционной восточной медицины. По гипо- и гипо-функции, по достаточности и недостаточности функционала. То есть, рефлекторная гимнастика, она помогает нам снять так называемые функциональные или энергетические зажимы. То есть, мы повышаем количество плотности газов, если говорить научным, академическим языком, в первую очередь, СО2, которые позволяют нам снять вот эти психоэмоциональные и другие виды нагрузок. Поэтому элементарно, поэтому элементарно, если мы делаем очень доступные, крайне безопасные вот эти, а мы их не есть, а мы делаем эти упражнения, они нам позволяют стабилизировать состояние нашей усталости, они нам позволяют выйти, вывести себя из состояния, будем говорить, тех или иных видов функционального отягощения. Но в этом случае, в этом случае, мы всегда с Татьяной Надиной говорим о том, что это не панацея, что нельзя одно заменять другим. Что когда у вас в арсенале есть рефлекторная гимнастика, это не дает вам права или повода заниматься собой вот в этом плане бесконечно. Работать, работать и работать. Нет, это просто как один из хороших приемов. Давайте с вами поделюсь, какая у меня была ситуация. От высоких переработок у меня начало очень сильно прыгать мое настроение. То есть, в какой-то момент у меня то вообще все ничего не хочется, все бросить, послать, уехать в лес и просто как-то восстановиться. Потом, соответственно, то высокое настроение надо работать и у меня начали вот эти перебои. Хотя никогда такого не было. Крайней стадии было того, что в какой-то момент я вообще словил паническую атаку. Хотя никогда такого не было. Что у меня просто невероятная тревога. Меня всего трясет. Мне кажется, что сейчас мир рухнет. Вроде все нормально, но я не понимаю. И в этот момент я просто уже позвонил Татьяна Владимир Картавенко и сказал о том, что вот у меня проблема. Спасайте, потому что я не понимаю, что со мной происходит. И Виктор Владимирович под меня разрабатывает определенные упражнения. Мы, кстати, частично их продемонстрируем. После чего я прям почувствовал, что у меня в мозгу что-то там начало шевелиться. Прямо причем при соединении каких-то двух моих полушарий мозга что-то там начало происходить и мое состояние начало стабилизироваться. И я просто подумал, что это какая-то магия. И соответственно, если вы также хотите получить эти упражнения, чтобы конкретно под вас их помогли разработать, тогда вам нужно собрать вот это вот кодовое значение, которое мы в течение этого ролика рассказываем. и сейчас текущая цифра это будет 9. Виктор Владиленович, вот поделитесь пожалуйста, что это были за упражнения и каким образом вы вот разработали конкретно их под меня? Конкретно под вас что вы учитывали при разработке этих? Расположение ваших зрительных нервов. У нас в мозгу у каждого человека есть определенные центры, которые называются там одни знают это под названием оптический перекресток, другие знают это как на латинском языке это звучит хиазма оптикус, но дело не в этом, а дело в том, что вы очень ярко проиллюстрировали то, что попадание наших упражнений, которые мы с Татьяной Надеевной для вас разработали, рекомендовали, рекомендовали и вы их выполнили, очень четко совпали как раз таки с тем, что такое панические атаки что такое панические атаки панические атаки это субъективное ощущение своей слабости у нас есть подробность одна если вы позволите она связана с тем, что у нас есть один мозжечок и два базальных ганглия и что у нас происходит две половинки как вы сказали две половинки мозга они начинают в буквальном смысле разъезжаться друг между другом и когда мы с вами сделали упражнение мы их соединили через эту оптическую мозоль зрительную мозоль да вот то все сошлось но это вот такие как это работает просто я где-то жал похлопал мы вам покажем эти упражнения не переживайте и у меня как это работает что просто делаешь какие-то упражнения и все уходит без таблеток я ничего в своей жизни не менял я просто начал делать простые упражнения которые у меня занимают 5 минут и у меня все восстанавливается как почему так происходит ну это происходит опять же понимаете это как на русском как на русский на банальный я имею ввиду на доступный язык это перенести у нас есть череп в черепе есть дырка из этого из этой дырки выходит продолговатый мозг этот продолговатый мозг он окружен кольцом кровоснабжения то есть когда человек испытывает нагрузку перегрузку стресс и так далее и так далее это кольцо начинает разъезжаться вот таким вот образом и то есть системе кровоснабжения не хватает для того чтобы запитать позвоночные артерии сзади и что мы делаем мы вот этими упражнениями а мышь на что направлено то что у нас идет будем говорить мы восстанавливаем состоятельность мышц определенных которые там держат шею держат грудную клетку держат пищевод держат дугу аорты держат брюшную аорту и так далее понимаете артерию брюшную но мы все это в кучу собираем и человек получает новый приток воздуха ему становится легче вот вот и все чудо никакого чуда сейчас мы частично покажем эти упражнения которые для меня разработал виктор лазерий ленович но сразу предупреждая эти упражнения работали конкретно под меня под каждого человека они свои и не надо думать о том что просто повторять то же самое что я делал вам станет лучше потому что мы каждый по-своему устроены вот поэтому сейчас мы вам продемонстрируем эти упражнения я хочу поделиться замечательным упражнением которое называется передний тибетский леп выполняется я хочу сразу уважаемых коллег предупредить что если вы будете выполнять его самостоятельно обязательно предупредите соседей о том что вы сейчас будете делать это упражнение предупредите кошек и собак если вы мужчина предупредите жену а если вы жена женщина предупредите мужа и так упражнение передний тибетский лев значит как оно выполняется вот таким образом мы соединяем свои ладошки ваш мозг вам покажет какая рука у вас ведомая какая рука у вас ведущая вот выводите на уровень солнечного сплетения максимально локоточками обнимаете свою реберную дугу глубоко вдыхаете резко выдыхаете не торопитесь господа и на высоте выдоха пытаетесь разорвать силу бамбука и издать следующий звук который сейчас будет следовать из меня вдохнули резко выдохнули полицейскую сирену не слушаете значит все в порядке обязательно восстанавливайте дыхание передний тибетский лев прекрасно прочищает мозги приводит порядок внутричерепное давление восстанавливает межоболочечные связи улучшает состояние шейного отдела позвоночника улучшает слуховой аппарат делает вас зорким соколом невзирая на очко носительства а за счет чего за счет того что у вас улучшается фокусировка это не отражается на диоптере это отражается на скорости движения ваших хрусталиков улучшается состояние поведения щитовидной железы улучшается состояние верхнего плечевого пояса и вы становитесь в позу боевого тибетского льва второе упражнение после восстановления дыхания у нас заключается в том что мы с вами должны вот у меня прототип скалки лучше всего конечно это делать со специфическим инструментом как кухонная скалка взять ее на ширину плечевого пояса вывести на расстоянии 10-15 сантиметров от солнечного сплетения глубоко вдохнуть резко выдохнуть и на высоте выдоха попытаться палку раздвинуть в разные стороны вдохнули обязательно восстанавливайте дыхание и обратите внимание что происходит с вами меняется контур кровоснабжения не в смысле того что ваши сосуды становятся влево вправо становятся больше а улучшается улучшилось качество кровоснабжения вот этих костей в которых находится слуховой аппарат меняется поведение мозжечка меняется состояние внутричерепного давления за счет того что улучшается кровоснабжение первого второго желудочка мозга улучшается кровоснабжение верхней и нижней челюсти облагораживается лимфа в переднем грудном бассейне улучшается качество прикрепления больших и малых грудных мышц к чему это приводит это приводит к тому что повышается уровень диафрагмы которая в свою очередь освобождает луковицу двенадцатиперстной кишки луковицу ампулы которая является у нас несущей для желчи и для панкреатической жидкости соответственно мы с вами воздействуем на явление дискинезии справа и на явление дискинезии слева со стороны поджелудочной железы селезенки за счет этого у нас улучшается состоятельность нашего восходящего и нисходящего дела толстого кишечника к чему это приводит профилактика тазобедренных проблем слева профилактика тазобедренных проблем справа улучшение состоятельности внутренних органов улучшение состояния дна таза таким образом вот такое неприхотливое на первый взгляд упражнение очень хорошо профилактирует общий сосудистый тонус и позволяет региональным сосудам чувствовать себя в достаточной степени безопасно и третье упражнение знаменитое упражнение Джозеппо Бонетти но его должен вам показать Валерий Владимирович потому что у меня так сказать левая рука травмирована поэтому Валерий руки вот так лодочкой складываем на уровне солнечного сплетения опускаем опять же делаем вдох резко выдох в течение 5 секунд после этого конечно восстанавливайте дыхание что делает это упражнение хочу в двух словах рассказать о том что Джузеппо Бонетти был врачом лекарем знаменитого театра Ля Скала в городе Милань и он обратил внимание что группа зрителей которых назвали квакерами которые специально нанимались целью или освистать или наоборот приподнять достоинства чьих-то музыкальных произведений они практически никогда не болели не страдали головными болями хотя для севера Италии для итальянских Альп это очень характерное эндемичное место было многие жители Милана страдали головными болями и помимо того что они не страдали головными болями они практически никогда не не жаловались на болезни почек и на болезни суставов и доктор Джузеппо Бонетти вот разработал это упражнение с которым мы с удовольствием с вами делимся и лишний раз хотим вам сказать о том что именно специфика выполнения этого упражнения на уровне солнечного сплетения опять же улучшает работу печени вызывая приток крови и очищая повышающую очистительную функцию печени улучшает качество кровоснабжения поджелудочной железы и селезенки и воздействует на залегание почек в своих почечных домах то есть являясь замечательным профилактическим способом воздействия на зубчатые мышцы которые поднимают грудную клетку а в силу этого люди меньше страдают простудными заболеваниями меньше в силу этого люди страдают плевритами и так далее и так далее освобождает бронхиальный ствол улучшает состояние легочных полей способствует очищению легких и улучшению качества легочных полей и соответственно систем которые очень часто вызывают причиной которых является развитие шумов и свистов в области ушей поэтому не забывайте о том что помимо того что вы воздействуете на сосудистую систему систему улучшения кровоснабжения мозга вы тем самым профилактируете в себя развитие атеросклероза развитие церебрального то есть мозгового склероза будьте здоровы чтобы для вас разработали подобного рода упражнения вам просто нужно просмотреть все это видео собрать код написать в чат-бот и вас пригласят на скорую помощь онлайн так называется наш этот продукт на котором наша команда разработает под вас именно под вас разработает эти упражнения и вот каждый раз когда я делаю эти упражнения я прям чувствую что я заново рождаюсь причем самое интересное это в принципе как и везде не надо ожидать от какого-то одного раза что вся ваша жизнь изменится потому что это имеет накопительный эффект я по себе заметил что уже уже с четвертой недели что-то прям сильно начало меняться то есть у меня уже началось ровное настроение отличное ровное настроение если до этого я еще делал у меня периодически хорошо то плохо хорошо плохо то есть меня могло возвращать в там в грусть печаль депрессию но в какой-то момент меня выводило после этих упражнений но спустя 3 недели я уже забыл про то состояние и я все время на подъеме для меня это было для меня это очень большая радость потому что жить вот в этом постоянном непонятном депрессивном состоянии хотя вроде бы все хорошо руки, ноги, голова есть ты дышишь и все нормально но вот жить в этом состоянии это просто невозможно и постоянной усталости когда нету силу нет желания ничего делать поэтому это упражнение действительно для меня волшебное потому что никаких таблеток никаких постоянных приемов вот без всего вот этого просто выполняя простые упражнения доступные абсолютно каждому неважно сколько вам возраст и так далее они вот включают поэтому вот в первую очередь я хотел бы сегодняшнее этим интервью обратить ваше внимание что мы мы же с детства ищем ту самую истину ту самую волшебную рыбку или щуку который исполнит все наши желания вот и вы знаете я вот постоянно исследую все я постоянно хожу на разные тренинги изучая разных мастеров то есть я уже в онлайн образовании и вообще в тренингах более 15 лет и что я на себе только не перепробовал какие тренинги я не проходил именно опять же связаны с повышением эффективности и продуктивности чтобы иметь высокие результаты и конечно периодически залетал в больницу со своей переработкой где-то мне ставили пиявки где-то мне ставили иголки где-то меня там сажали на определенные диеты типа перестать есть мясо например и так далее вот но какого-то и это давало возможно временный эффект но причем здесь выполняете упражнения я вижу с собой что это не временный а это постоянный причем усиливающийся эффект вот поэтому если вот вы находитесь в поисках каких-то секретных секретов я вас поздравляю вы его нашли потому что эти упражнения действительно работают более того они помогут не только вам но и вашим близким родным восстановить ваше здоровье и сделать первый шаг восстановлению вашего здоровья потому что например моей маме 60 плюс и она тоже выполняет свои упражнения стало гораздо лучше себя чувствовать больше энергии начало появляться и поэтому я считаю что в первую очередь что вам необходимо сделать чтобы в вашей жизни стало больше радости здоровья это начать делать вот эти упражнения Виктор Владиленович я вот слышал что эти упражнения укрепляют нервные связи вот поделитесь пожалуйста как работает этот процесс за счет укрепления нервных связей потому что как я понимаю из-за того что у меня были ослабленные нервные связи из-за этого это привело меня к тому что ну вот эти вот панические атаки начались а этими упражнениями мы восстанавливаем нервные связи вот как это работает ну это работает на самом деле как работает хороший электромантик поясните ну вот у вас там испортился утюг или испортилась какая-то система через которую пробегает электрический ток наша нервная система это та же система по которой проходят электрические сигналы это как провода то есть есть тонкий провод есть толстый провод дело даже не в этом а дело в том что это уже немножко другой характер это связано с внутренними законами электричества а в данном контексте речь идет о внешней так сказать обмотке которая называется Лишвановская оболочка или Мелинова оболочка так вот когда у нас идет сверхперегрузки на внутренней части наших электрических систем у нас формируется внутреннее замыкание короткое замыкание это отражается на том как у нас происходит переекретароле этих внутренних expected внутреннее перегретароле может быть, успешной, иногда нет, то вот эта вот миелиновая оболочка, если она перегорает, то ее очень тяжело восстановить. И вплоть до того, что даже делаются пластические операции, не всегда удачные. А наша методика, она позволяет, так сказать, просто их поддерживать в части сохранения того, что мы включаем механизмы очень быстрого ее заживления. То есть мы возвращаем плотность электрического сигнала, то есть мы восстанавливаем все вот эти вот структуры, которые от одного нервного пучка к другому нервному пучку плодотворно передают нервные сигналы. Давайте еще раз на бананах и яблоках объясним, что такое милиновая оболочка, и вот это все так, чтобы было понятно ребенку. Ну вот если на примере банана объяснить, вот вы любите банана, но вы же покупаете банан в неочищенном виде, так вот то, что находится на банане, или то, что находится на яблоке, на кожуре, это является вот этой самой милиновой оболочкой, которая в первую очередь начинает страдать. Вот мы же видим, да, мы подходим, мы хотим банан купить, и мы видим, что он, да, он какой-то черненький, он уже какой-то такой, у него эта милиновая, условно, оболочка, она испорчена, мы ее отодвигаем. Значит, вот эта вот милиновая оболочка, а что нам ее делать? Если мы банановую кожуру, так сказать, восстановить не можем, то в человеческом плане милиновую оболочку мы восстанавливаем за счет вот этих вот рефлекторных, бескислородных наших упражнений. И на что влияет восстановление вот этой оболочки? На проведение полноценного электрического сигнала. Мы воспроизводим то, что нам система электрических сигналов позволяет получать результаты плодотворно, получать информацию. То есть я правильно понимаю, что есть провод, есть оболочка, и вот у нас идет сигнал от мозга к селезенке. Соответственно, если... От селезенки через позвоночник к мозгу, и там есть определенный участок в мозгу, в коре, который отвечает за качество селезенки, и вот этот кусочек он передает, опять же, по спинальному каналу, только уже сверху вниз, и опять же сигнал идет к селезенке. Но у нас есть еще дополнительный момент, но это, как говорится, отдельная тема. Что за момент? Ну это отдельная тема, когда у нас есть система поддержания, так называемой автономной коррекции, под названием блуждающих нервов. И вот как раз таки в чем заключается тяжесть медленного восстановления, как раз таки она заключается в том, что мы настолько эксплуатируем нашу периферическую и центральную нервную систему, что вот этой автономной системе у нее просто уже не хватает сил для того, чтобы следовать своим задачам. Виктор Владимирович, а почему эти упражнения, они сугубо индивидуальны? Почему нельзя упражнения, которые я показывал, делать абсолютно всем? От чего это зависит? Браво! Это зависит от того, что существует у нас, помимо периферической центральной нервной системы, у нас еще существует система, так называемых черепно-мозговых нервов, ярчайшим, одним из которых является пара так называемых блуждающих нервов, самых длинных, так называемых четырехветочных. Так вот, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном случае, эти блуждающие нервы у каждого человека ведут себя по-разному. И индивидуальность выполнения, и успешность выполнения этого упражнения, наших упражнений, она как раз таки заключается в том, что мы направляем в каждом конкретном случае на одну, или на пару, или даже на тройку, а иногда и целиком на все четыре веточки блуждающего нерва для того, чтобы восстановить их качественное воспроизведение, их сигналы. Поэтому это только кажется, что это да, вот общее, сделай так, сделай так, и будет тебе счастье. Если ты не знаешь подробностей, и ни с одной стороны, я имею в виду врача, ни особенности поведения пациента, то это успеха не будет. Поэтому это всегда индивидуальная, персональная работа с каждым из. И чтобы попасть на такую консультацию, где конкретно для вас разработали эти упражнения, следующая цифра это три. Вот здесь вот под видео будет ссылка, по которой вам необходимо пройти, и соответственно ввести пятизначный код, и таким образом вы сможете попасть на консультацию, которые конкретно под вас создают эту серию упражнений. Давайте теперь поговорим про питание. Например, мне говорили о том, чтобы поднять свою эффективность, переходи на вегетарианство, ты будешь мало энергии тратить на то, чтобы переваривать мясо, и будешь более эффективным. И вы знаете, оно так и произошло. Я перестаю есть мясо, и как-то сначала, конечно, очень сильно его хочется, а потом энергии было через край. Но через какое-то время, через примерно полгода, я за собой начал замечать, что энергии становится все равно меньше. Вот можете, пожалуйста, прокомментировать эти новомодные диеты, которые дают энергию? Элементарно, Ватсон, как говорил один из моих любимых героев, коллег, сэр Артур Конан Дойль, устами Шеллока Холмса. Дело в том, что пресловутая вегетарианская диета, пресловутое веганство, оно к нам пришло, обратите внимание, на глобусы, из каких мест. Оно пришло оттуда, где тропики, субтропики, и так далее, и так далее, и так далее. А на тот момент, в общем-то, животину, скотину убиенную, там не в чем было хранить. И потом сам характер преобладания ультрафиолетового облучения, говорил о том, что все люди ходят раздетые, им достаточно того, пресловутого витамина Д, который вырабатывается, а витамин Д, он, являясь витамином, дефис гормоном, восполняет во многом энергетические ресурсы. Да, это все было до поры до времени хорошо, пока англичане, или пока, будем говорить, французы, бельгийцы, португальцы, которые охватывали эти территории и привезли их себе домой, они не столкнулись с теми погодными условиями, в которых они живут постоянно. Ну, представьте себе, туманный Альбион, или представьте себе, север Франции, или Бельгии, или там Португалии, особенно в районе Атлантического вала, там особенно с вегетативной диетой, с вегетарианской диетой, не пошутишь. А поэтому приходится возвращаться к тем разрядам животных белков, которые на самом деле нам дают истинное восстановление энергетического обмена. А почему вы испытывали, или ваши коллеги по вегетарианству, или как это испытывают люди, я вот лично прошел через очень длительный курс голодания, и я знаю по себе, как на самом деле появляется вот эта волна энергетическая. Ну, потому что мы на самом деле не тратим силы свои на переваривание. И как раз таки это к вопросу, на что мы тратим силы. Это вот к этому. Поэтому жить надо, как говорили наши великие учителя, тибетские ламы МЧИ, по сезону, по возрасту и по месту проживания. Поэтому ко всем этим новоявленным, а ничего нового нету, как давно забыто старое, всегда надо относиться с точки зрения понимания того, что насколько вы, мягко говоря, вытягиваете эту диету. Насколько вы себя чувствуете, если как вот ссылаясь на вас, цитирую вас, да, одно время вы себя почувствовали неплохо, а потом, ну потому что тот характер деятельности, то место проживания и так далее, и так далее. Конечно, это лишний раз говорит о том, что нужно следовать, в общем-то, всем тем привычкам, генетически обусловленным, то, что сейчас принято назвать нативным нашим корням, для того, чтобы чувствовать себя полноценно. То есть питаться так, как питается именно в этой широте. Конечно, в этой широте, в этой долготе, да, и, ну, в общем-то, даже, даже скорее по широте, даже, даже скорее по широте, потому что по долготе это, в общем-то, не всегда совпадает, ну, а по широте, да, это очень характерно, а с учетом, положим, специфики нашей жизнедеятельности на территории нашей страны, мы с Татьяной Владимировной неоднократно на эту тему останавливались. 87% территории Российской Федерации это условия резкоконтинентального климата, и поэтому даже попытки, будем говорить, теледокторов навязать нам, если не рекомендовать так называемую итальянскую или сицилианскую диету, на наш взгляд, Татьяна Владимировна никакой критики не выдерживала, потому что в условиях 87% территории рискоконтинентального климата, если вы кушаете то, что едят в Палермо, там, там, на Сицилии, то, ну, по крайней мере, вы зиму нашу не переживете, ни в Сибири, ни на Урале, поэтому здесь очень четко надо соотносить себя опять же к тому, насколько вы соответствуете этому образу жизни. Соответственно, каким образом питаться так, чтобы был высокий уровень энергии, что стоит есть, что не стоит есть? стоит есть все. Все? Да. Я не хочу подать в ересь вот этой вот пресловутой тарелки, часть, которая должна заполняться белком, часть, которая должна заполняться углеводами, часть, которая должна заполняться жирами, часть, которая должна заполняться клетчаткой, Все это, в общем-то, на первый взгляд максимально очевидно, но практически никогда не реализуется. На наш взгляд, на мой взгляд, самое главное правило, так сказать, это постоянно, в лучшем смысле этого слова, держать в тонусе желчный пузырь. Поэтому одно из правил, конечно, это целесообразное питание, а смысл целесообразного питания, он, видите, в данном случае двоякий. То есть мы преследуем какую-то цель, а это цель нашей жизнедеятельности, что мы хотим получить, а с другой стороны цель, которой мы это достигаем. Значит, если мы хотим получить большое количество энергии, хотим что-то получить, нам нужно включить самый главный механизм, который нам дает энергию, это целесообразное поведение желчи. То есть мы с утра должны обязательно включить желчь, это у нас должны быть желчегонные завтраки. Что это конкретно? Конкретно это, если вам угодно, это минимум, спасибо большое. Конкретно это минимум одно яйцо, конкретно это каша крупная, это может быть и гречка, это может быть рисовая каша. Конечно, это может быть кусочек, в зависимости опять же от ваших религиозных преференций, находитесь ли вы в посту или на посту, это или без мяса, это кусочек рыбы, или с мясом это постная ветчина. Ну и, конечно, доступные нерафинированные продукты. То есть это растительное масло, нерафинированные сладости в виде меда и так далее, и так далее. Ну и потом, последующие моменты, опять же это правило перекуса. Отлично, с завтраком мы разобрались. То есть, через сколько следующий прием пищи? Через два часа. И что принимать? Точнее, что кушать? Что кушать, что принимать, ну, в общем-то, я бы настоятельно рекомендовал в этом смысле. Опять же, это зависит от того, какие у вас задачи на следующие два часа. Если вы собираетесь, там, заниматься анализом и так далее, и так далее, это... Чтобы эффективно. Да, эффективно, чтобы было. Да, это сыр, это сырная тарелка. Это бутерброд с маслом, со сливочным, это, может быть, бутерброд с салом, но обязательно должен быть кусочек сыра. А какой сыр? Это мягкий, твердый? Не имеет значения. Нет, не имеет значения. Отлично. А перейдем к следующему. Третий прием пищи. Третий прием пищи, это, в общем-то, наши такие корневые системы, которые очень четко совпадают потом с необходимостью после обеденного отдыха. Это как раз таки 13, 30, 15 часов в этот промежуток. Это у нас обязательно должен быть обед, обязательно должен быть ланч такой полноценный с употреблением. Никакого сухоедения. Это обязательно должно быть первое блюдо. И в этом смысле я хочу вам сказать, что большое значение, большое значение как раз таки, почему первое блюдо имеют, как их Похлебкин покойно называл, первое блюдо имеют огромное значение. Почему? Потому что в зависимости от сезона, если это лето или жаркая весна или жаркая осень, это обязательно охлаждающие, но жидкостные блюда. Окрошка, например, да? Или холодный бурж. Холодные, холодники, окрошки, минские супы, литовские супы, латышские супы, квасники и так далее, и так далее. Это еще, с чем это связано? Это связано с тонкостью, на которую редко кто обращает внимание. А с чем это связано? Это связано с тем, что у нас как вот в жаркое время пересыхают ручьи и реки, да, там или озера бывают, так вот у нас в жаркое время пересыхает та часть слизистой, в которой находятся, будем говорить, сычужные зоны, которые вырабатывают сычужные ферменты, которые как раз таки контролируют уровень кислотности. И если они пересыхают, а они как раз таки очень хорошо реагируют на квасы, они очень хорошо реагируют на концентрированные овощные бульоны, то вот как раз таки это очень хорошо. А в холодное время это огромное количество, огромное количество рассольников, огромное количество солянок, огромное количество горячих супов, борчей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в этом смысле русская кухня, она настолько обширна, она настолько закрывает огромное количество потребностей. И самое главное, что все это очень доступно, крайне доступно. Ну и, соответственно, время полдника, это 16-17 часов, тогда, когда мы можем, конечно, запустить какие-то фрукты, как моя любимая теща говорила, какую-то фрукту мы можем запустить. Очень хорошо, если это будет печеное яблоко с творожком, если это будет творожок с изюмом, если это будет, так сказать, банальное мороженое, если это жарко. Вот, если это холодно, это может быть какой-то теплый салат и так далее, и так далее. Ну и ужин, конечно, уже это где-то 18-30-19 часов, опять же, с особенностью поведения того, на что мы тратили себя в течение дня. Если мы тратили себя в энергетическом плане очень сильно, то, конечно, все крупиняки, то есть вот эти все, очень хорошо. Мне в этом смысле очень нравятся лазаньи, мне в этом смысле очень нравятся вот эти вот различные, то, что греки называют мусаки, вот эти вот многослойные печеные овощи с рисом, с мясом и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и, кстати, распространенное мнение о том, что очень хорошо работают овощные салаты, овощные салаты, оно, в общем-то, имеет под собой место быть, почему? Потому что, на самом деле, можно определенное количество затраченной энергии закрыть обычными нашими вот привычными вещами. Какими, например, достаточно половины огурца на человека, на порцию, там, половина помидора, половина яйца, какой-то зеленушки настрочить, там, сделать элементарную заправку, пару-тройку средней величины картофеля, пару кусочков, там, рыбы, или, там, селедочки и так далее, и так далее, и так далее. А в том смысле, например, что тяжелое, условно говоря, блюдо, тяжелое блюдо, а что относится к тяжелым блюдам, которые медленно перевариваются? Это, конечно, грибы. Вот грибы, конечно, лично я никогда не рекомендую вечерние часы, потому что они очень долго перевариваются, и на них идет очень большая потребность энергии. Поэтому, если вы прям такой любитель-любитель грибов, ну, пообедайте грибами, грибной суп в обед, потушите картошку с грибами, и в обед, и будет вам счастье. Очень хорошо, что вы затронули вопрос, что про грибы, что, например, в вечернее время их не рекомендуется. А вот есть ли еще какие-то продукты, которые рекомендуется или исключить, или есть, например, в первое время, для того, чтобы, опять же, эффективность не падала? Ну, например, я замечал о том, что если я с утра съем наполеон с кофе, у меня как-то мозг не сильно начинает работать, потому что у меня очень много энергии уходит. Либо же у меня энергия уходила, когда я переедал, например, и, наоборот, съел мясо, и потом тоже энергия уходила. А вообще вы, извините, ради бога, за неучтивость, а вы вообще знаете историю эту, связанную с этим тортом, почему его назвали Наполеон, и почему именно вы, не только вы один на него так реагируете. Дело в том, что секрет этого торта заключается в том, что вот именно не в части, там есть секреты чисто кулинарного свойства, а чисто энергетического. Оно в чем заключается? Обратите внимание. Тесто, крем, тесто, крем, тесто, крем. То есть, казалось бы, мы съедаем кусочек моно какого-то продукта, но на него тратятся абсолютно разные ферменты. На него тратятся абсолютно разные ферменты. А с учетом того, что у нас есть ферменты, которые вырабатываются, будем говорить, специально для строительных гормонов, которые поддерживают такую тонко структурную организацию, как лютоэтропный гормон, который вырабатывается гипоталамусом. Он строительный, он с аматотропом сам по себе, он выстраивает наше тело. Все тесты, все тесты, я имею в виду все блюда из теста, я имею в виду, они все строительные для тела. Обратите внимание, это блюдо кочевников, это блюдо коренных населений. Там еще мясо было. Вы у меня с языка снимаете, конечно. Потому что сама форма по себе, сама форма по себе. Как можно было сохранить мясо, так сказать, вот его специальным образом делались эти вареники, которые потом, так сказать, почему-то определенные народы себе прописали вареники. Вот это пельмени, так сказать, традиционно китайские блюда, монгольские блюда, это японские блюда. Вот эти все вещи. Конечно, и поэтому кусочек торта, лучше кусочек торта скушать в обед, тогда, когда у вас впереди два часа, и вы можете себе позволить сделать легкий сжим, легкий сон. А с утра, если вы хотите запустить свою энергию, но лучше этого не делать. Некоторые не представляют свое утро без кофе, чтобы начать эффективно работать. Это как на нас влияет? Ну как? Ну это влияет, как влияет кофеин. Если каждый день пить кофе по утрам, это... Да пейте на здоровье. Можно, да, спасибо. Но вы же не собираетесь, так сказать, быть продолжателем Анары де Бальзак, который выпивал до 50 чашек кофе и довел себе до бычьего сердца. Нет, зачем? Ну, две-три чашки кофе, а потом кофе, я хочу вам сказать, это такой продукт, который он любит компанию. Он любит компанию. Вот расхожее мнение, которое у нас, к сожалению или к счастью, так сказать, это уже дело знатоков об этом судить, давайте чаю покушаем, а кофе попьем, то как раз таки вот культура употребления кофе, она сопровождается всегда коллаборацией с другими продуктами, со сладостями. А в чистом виде, если мы берем культуру употребления чая в Китае в первую очередь, в Юго-Восточной Азии, то там никогда этих вещей не было. Это уже потом, посмотрите, там, чаепитие, у Кустодиева художника есть, значит, самовар там, и там и арбуз, и сало, и купчиха, и сватья баба-бабариха, и так далее, так далее. Давайте нет. Если вы хотите попить кофе, то обязательно для чего? Вот есть расхожее мнение, почему, например, англичане пьют кофе с молоком. С одной стороны, с одной стороны, чистая химическая подробность, чистая химическая подробность лактоза, которая входит в состав молока, она связывает в определенной степени кофеин, и не дает развиваться посткофеиному хвосту. Потому что это не просто кофе из ящика, или там, из чего там вы пьете. Это такой добрячий кофе. От него, как матросы на Марсе вы говорили, пираты, как тебе кофе? Хорошо, леги к мере. Вот кофе, настаточный, он такой, язык вставляющий. Почему? Потому что даже проба была такая кофейная, глаза открываются, язык принимает форму вертикального шнура. Поэтому вот кофе как раз-таки надо всегда чем-то закусывать, подкусывать. Но стараться, если вы хотите достигнуть эффекта кофеинизации, никогда его не мешайте с сахаром. Лучше скушать какой-то кусочек пирожного, лучше съесть кусочек там, будем говорить, шоколада, хотя это само где-то там они похожи друг на друга по химии. Лучше скушать там кусочек зефира. Кстати, замечательные, выдаю вам, так сказать, рецепты моих друзей из, господи, хотел сразу сказать, из Маракеша, из Марокко. И замечательное блюдо, в смысле есть такой продукт, который называется марципан. Так вот марципан и кофе, это вообще бомба. Если вот вы хотите, чтобы мозги у вас включились, и, так сказать, никакой начальник вам, так сказать, пили-пили не сделал, понимаете, чтобы вы целый день были готовы продуктивно работать, вот чашечка кофе, марципанчик и так далее, так далее, так далее. Это после завтрака или... Это вот вы покушали, пожалуйста, там, подарите себе, подарите себе там лишних 5-7 минут. Только не торопитесь никогда. Не торопитесь. Кофе нельзя пить на ходу. Собственно, как и чай нельзя пить, но это немножко другая культура. Кофе на ходу пить нельзя. Если бы вас, так сказать, и в Эквадоре, или там в Египте, или там в хорошей Турции, я имею в виду, не в туристической, а в хорошей Турции, вы видели бегущим, так сказать, как американцев, но мы с вами, так сказать, знаем эту страну чуть-чуть изнутри, бегут там с чашкой кофе, понимаете, без кофеина и так далее. Ну, это вообще кофе без кофеина, это не присутствие дам, будет сказано, так сказать, роза бесшиповая, резиновая женщина на ужин. Как раз мы заговорили про Штаты, я помню, я снимал рабочее место в кворкинге, и там была такая идея, что в 6 вечера в здании вырубался рубильник, потому что марш домой отдыхать, восстанавливаться, потому что есть время, когда ты должен работать. И если ты неэффективен в это время, мы с тобой попрощаемся, но ты не должен перерабатывать, потому что иначе ты заболеешь, это страховка и так далее. И я на это очень сильно обратил внимание, потому что с одной стороны страна, где American Dream надо работать на износ, а с другой стороны вот в этом здании очень понравилось, был такой момент. Это интенсивность, конечно. Вы уже тройку триггеров обозначили. Первое, это огромная стоимость страховки. Огромная стоимость страховки. Дело в том, что мой американский опыт, он, так сказать, мне позволил систему медицинского страхования немножко узнать изнутри, и вы же наверняка знаете, что там, может быть, не знаете, я вам расскажу, есть так называемые комиссары саглядатаи, которые контролируют или там общественно договорную страховую базу, да, или личную вашу страховую базу. Если они вас фиксируют, если они вас фиксируют, в общем-то, в 18.04 в офисе, то есть они вас не... Это не надо, им нужно видеть вас на привычном маршруте. Если они вас не видят на привычном маршруте, то они докладывают, значит, и там старший опер их высылает и говорит, посмотри, а что он там делает. И они приходят, смотрят там, так сказать, ну, тогда-то, ну, по крайней мере, когда я был, этих, дронов не было, сейчас-то это же легко, дрон поднял, посмотрел, сидишь ты там, джобишь или не джобишь. А у нас это в университете ровно так же было, ноу-джоб, он ли-рест, он ли-рест. А если ты не успел за это время сделать то, что тебе положено, все, ты... А почему ты это не сделал? Всегда задавался встречный вопрос. Понимаете, в чем нет? А под это уже подкладывалось, 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 подкладывались вот эти самые моменты, о которых мы только с вами говорили. Значит, ты медленно раскачиваешься, если ты медленно раскачиваешься, значит, ты поздно ложишься спать. Если ты поздно ложишься спать, и вот, вот, все. Два месяца, три месяца, три месяца, все, все, пока, все, вылетай. И тебя ни один университет не возьмет. Да, поэтому, это, кстати, одна из идей, которую вы можете у себя принять. Например, ровно в шесть часов вы, вот, все, работать нельзя. Таким образом, вы сохраните себе больше жизни, потому что вы будете восстанавливать свою нервную систему, потому что переработки ни к чему не приведут. Кстати, вот, недавно был в Японии, там, наоборот, они же там, это, культ работы. Если человек уходит работать, для него это семья. И они там работают с утра до вечера. И потом я узнал, что вечером босс, для того, чтобы еще больше сделать задач, ведет их в бар. И, как бы, оплачиваем это все. И они продолжают работать, чтобы сделать еще больше. Но, с другой стороны, это страна, в которой самое, как я понимаю, высокое количество самоубийств от того, что, от переработок. Первое место в мире занимает Швейцария, второе место занимает Сингапур, третье место занимает Япония. И обратите внимание, что в одной, во второй, в третьих странах самый высокий уровень, будем говорить, организации рабочего места, самый высокий уровень профсоюзной активности, самый высокий уровень защищенности работающего человека. Но, тем не менее, счастье это никому, по большому счету, не дает. Поэтому основной тезис у нас, это работать эффективно, отследить, что, почему ты работаешь неэффективно, добавить упражнения и за качество работы уровень 6. Конечно, да. Упражнения в этой части, рефлекторная гимнастика, она как раз-таки, и когда мы говорим, вот, во многом, благодаря Татьяне Владимиру Картавенко, был разработан регламент использования этих моментов, то Татьяна Владимировна, как выдающийся врач-невропатолог, как невролог, как раз-таки, в первую очередь, обратила внимание, как, казалось бы, вот, в регламенте одного отдела позвоночного столба, как шейный, например, отдел, да, казалось бы, ну, что там, 7 позвонков, 8 сегментов, что-то можно нового открыть. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Потому что, благодаря тому, что, опять же, вот, благодаря Татьяне Владимиру Картавенко была разработана система сегментации и влияния веточек блуждающего нерва на периферическую, на центральную нервную систему, оказывается, шейный отдел, шейный отдел, он, его значение, его значение, воздействие на разные уровни его, как раз-таки, и дает разные результаты. Кстати, если говорить про упражнения, четвертая цифра – это 1. Ввиду нашего диалога я замечаю, что вы часто говорите про определенные биологические часы, про определенные постоянные деятельности. То есть, я правильно понимаю, что дисциплина питания, рабочая дисциплина, дисциплина сна – это то, как раз, что позволяет сделать так, чтобы было больше энергии? Конечно. Система восстановления. Система восстановления. А я, так сказать, если позволяет регламент нашего с вами общения, я вам просто на простом примере приведу. Вот у нас есть время максимальной активности толстого кишечника. Максимальной активности толстого кишечника. Значит, это у нас 5-7 часов утра. Это время, когда в 6 часов утра мы должны в позе орла или в позе орлицы находиться в туалетной комнате и освобождать свой толстый кишечник. А если этого не происходит? Если этого не происходит. Но время максимальной активности никто не исключал. А время, так сказать, петлевого уложения и время необходимости освобождения кишечника – это, в общем-то, не время, а необходимость-то остается, значит, что у нас мозг начинает, на чем себя фиксировать? Посмотрите, на чем он себя начинает фиксировать? А следующее время у нас максимальной активности желудка, которое мы сидим за столом и принимаем первый завтрак. А второе, а третье время у нас селезенка… Второе – это значит с 8 до 10? Да, 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 с 7 до 9. С 7 до 9 мы должны в 8 часов, так сказать, уже сидеть и плотно кушать. Понимаете? Но мысли-то наши, они не остаются там, потому что они остаются здесь, я имею в виду, мыслями. И у нас формируется, к сожалению, он нас спасает, многих людей, он спасает, но он крайне неудачный сам по себе рефлекс, так называемый, кишечно-оральный. Когда человек покушал, не к столу будет сказано, он покушал, его сразу после этого тянет на горшок. Понимаете? А в этот момент, в этот момент, что у нас происходит? Мы должны освободить кишечник. У нас повышается и без того высокое отрицательное давление брюшной полости. А это у нас время выпадает на селезенку, поджелудочную железу, когда мы должны находиться в условном покое. Понимаете? В условном покое мы должны находиться. Почему в школах не нужно никогда физкультуру, в университетах, колледжах и в техникумах и так далее, и так далее, и так далее. Не нужно в 9 часов утра заниматься зарядкой. Не нужно этим в спортзал качаться в 9 часов утра. Сиди, учи язык, сиди там, черти, сиди там, сочиняй и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот это смещение энергии, смещение энергии, оно и приводит в итоге того, что у нас происходит некий диссонанс энергетический. Короче, если хочется дольше жить и быть более эффективным, надо строго по часам, как мы проговорили. Конечно, конечно, конечно. В этом случае будет и больше радости, и больше денег, и здоровье будет хорошее и так далее. Денег по-любому, я хочу вам сказать, это не просто газетный слог, а это на самом деле, это на самом деле. Вот я по работе в Америке знаю, мы с моим товарищем занимались то, что у нас в России называют расчетно-кассовыми центрами. Мы занимались личным составом вот этих людей, и когда мы в порядок, мы в первую очередь в порядок привели их состояние дефекционное, то есть освобождение толстого кишечника. Эти люди сидели, работали, как, понимаете, птица-секретарь. Она или он там, они сидели, не думали, понимаете, почему. Конечно, это да. Тем более Хавьер, он делал докторскую диссертацию для своей дочери, и он на огромном материале исследования функций мозга, то, что у нас называется эхоэнцефалография, он обратил внимание подвижности. Когда человек сидит, ему надо считать, ему надо в компьютер смотреть, а он сидит или она сидит, думает о том, что у нее кишечник заполнен, что она в любой момент, извините, может покнуть, может что-то ее придавить и так далее, и так далее. И она в буквальном смысле, или он сидит, двигает ягодицами, двигает ягодицами, а мозг это считывает. Вот здесь мозжечок и базальные ганглии вмешиваются, и у нас происходит повышение внутричерепного давления, и у нас глаза начинают бегать. А глаза начинают бегать, у нас меняется внутриглазное давление, меняется внутриглазное давление, а там есть такая маленькая-прямаленькая штучка под названием родопсин, которая позволяет нам центровать цветное зрение. Понимаете, в чем дело? И вот этот родопсин, он отражается на желчном пигменте, а желчный пигмент это у нас закладка двух важнейших моментов, связанных с работой печени и желчного пузыря. Меланин и мелатонин, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем грязные локти, мы с вами имеем грязные колени, мы с вами имеем инсулинорезистентность, мы с вами имеем метаболический синдром, мы с вами имеем бессонницу. Вот, понимаете? Все началось с того, что... Конечно, америкосы, они ходили вокруг этого, все, они знали и так далее, и так далее. Не потому, что мы там с Хавьером такие умные, приумные были. Мы просто к нам пришли, или вот на недавнем видео я рассказывал, как мы величайшего, величайшего баскетболиста всех временных народов. Лицо фирмы Найк, знаете вы, наверное, да? 23. Майкл Джордан. Майкл Джордан, да, Миша Джорданов, да. Вот ваш покорный слуга лечил его, так сказать, после того, как он получил травму печени. Когда он перестал, так сказать, попадать в корзину. А Хавьер очень хорошо знал его родственников. И вот через Хавьера мы ему просто показали простое упражнение. Простое упражнение. И Хавьер, и Джордан, Миша подарил мне монетку, так сказать, 25 центовик никеля, вы знаете, да? Четверточок, на котором вместо цифры 25 было написано 23. Понимаете? И маечка у меня была. Вот. И я в этой маечке обаял свою будущую жену. Волшебная маечка. Конечно. Надо обязательно будет ролик записать в этой майке. Нету ее уже, она, к сожалению, истлела. То есть, еще раз, залог эффективности. Мы сегодня лайфхаки эффективности ищем. Это то, что если утром, вот как раз в период 6 утра, не сходил в туалет, то считай день потерян. Да, день потерян, но беда заключается в том, что очень многие люди с этим примеряются, понимаете? Они к этому себя начинают приспосабливать. И абсолютно при этом, абсолютно при этом не понимая того, что они у себя занимают волшебные, отнимают волшебные энергетические минуты, которые превращаются в часы, которые превращаются в дни и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы с Татьяной Владимировной, у нас есть даже программа расчетов, где мы посчитали, как наши упражнения по восстановлению качества стула, сколько дней жизни людям прибавляют. Понимаете? Пожалуйста, все это есть. Я правильно понимаю, что упражнения, которые мы дадим зрителям, если они ведут пятизначный код, они как раз помогут еще и запустить процесс, чтобы утром вовремя ходить в туалет. Ну, в каждом конкретном случае мы проведем индивидуальную консультацию, и, конечно, поможет, мы покажем их тонкие звенья в их мощной цепи. Если по какой-то причине вы пропустили какую-то из цифр, найдите их обязательно, посмотрите, потому что все, что мы говорим в этом ролике, оно связывает, чтобы вы понимали в целом, как работает этот процесс. Потому что, например, я обратился к Виктору Владиленовичу и Татьяне Владимировне с вопросом для того, чтобы восстановить свое внутреннее состояние, вот, остановить вот эти вот постоянные качели в настроении. Если у вас вопрос, например, в том, чтобы вы плохо ходите в туалет, опять же, эти упражнения будут разработаны конкретно под вас. Поэтому обязательно приходите на нашу скорую медицинскую помощь онлайн. Виктор Владиленович, бывает такое, что, например, вечеринка и там, у день рождения у друга, а завтра надо утром быть бодрым, потому что переговоры. Вот есть ли какие-то секретные упражнения, лайфхаки или что можно сделать, чтобы, если не выспался, но привести себя в бодрое состояние. Как говорил мой великий дед, сделай правильных три шага. Первый шаг. Съешь сырое яйцо. Сырое? Сырое. Выпей сырое яйцо. Есть специальный рецепт, который называется гусарский рецепт. Гусарский гуголь-моголь. За час, за полтора до вечеринки. Через полтора часа после того, как ты сидишь или там стоишь на вечеринке, обязательно выпей стакан крепкого чая с двумя ложками меда. И третий шаг. За 15-20 минут до отхода ко сну выпей один грамм полноценного аспирина. Но, но, с учетом специфики воздействия аспирина есть специальные биологически активные точки. Я почему говорю специфика? Потому что, зная, так сказать, наших товарищей и их отношения к цитилсалициловой кислоте, которые, так сказать, закидываются килограммами, а потом умирают от желудочного кровотечения или от разрыва вен в пищеводе, мы, Татьяна Владимировна, благодаря во многом, опять же, Татьяне Владимировне, разработали применение биологически активных точек и пары-тройки упражнений, которые очень хорошо поможут вам на следующий день проснуться, если с неясной головой, то со своей. Виктор Владимирович, продемонстрируем эти упражнения? Да, продемонстрируем это упражнение. Значит, первое упражнение – это использование так называемых марсовых точек. Почему они называются марсовые точки? Потому что их еще называют точками передсмотрящих. Это на кораблях, на верхних мачтах были такие устройства, назывались марсовые или марсовые вахты там стояли. И матросы, которые вахтили марсовую смену, они, так сказать, для того, чтобы мозги приводить в порядок, они воздействовали у себя вот на центр своих мочек. То есть, достаточно подложить, какой бы формы мочки бы у вас не было, вы подкладываете под основание большой палец, находите условно центр вашей мочки и в течение 10-15 секунд массируете указательным пальцем на это место. Достаточно такое вот место, которое очень хорошо вы чувствуете. С одной и с другой стороны. Можете делать это одновременно. Потом очень хорошо помогает упражнение, очень хорошо помогает упражнение, которое называется дойка по гиппократу. То есть, вам надо вот таким вот образом соединить свои руки, вывести, посмотреть на просвет, нет ли там света, между пальцами вывести на середину грудины, вот сюда, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и не дыша в течение 5 секунд сделать следующее движение. После этого восстановить свое дыхание. Ну и третье упражнение, это знаменитая точка дантиста, воздействие на которое мы стимулируем состояние толстого кишечника и снимаем диафрагмальную нагрузку, которая позволяет нам быстро восстановить и состояние функции желчного выделения и желчного накопления. То есть, найти эту точечку очень легко. Это вот внутренний край указательного пальца на расстоянии 1-2 мм от внутреннего ложа, вот в этом месте. Вот. И вот это место надо промассировать или указательным пальцем, или каким вам удобно это делать, значит, в течение 40-50 секунд по правилу правой и левой руки. То есть, если вы левша, как я, вы начинаете на левой руке, потом переходите на правую руку, а если вы правша, вы начинаете на правой руке, потом переходите на левую руку. Вот они, точки дантиста, дойка по Гиппократу и марсовые точки, они позволяют вам восполнить вот это качество энергии, которое вы, так сказать, просто не добираете. А по большому счету, если мы посмотрим в системе преемственности, в системе преемственности, то мы очень четко с вами увидим, что мы с вами делаем. Значит, мы с вами, когда есть у нас определенное, там, вот эти, перелетное время и так далее, и так далее, и так далее, то есть мы, как бы, захаживаем нашу энергию, да, сегодняшнюю, ну, нашего часового пояса. То есть, у нас есть самый главный энергоответчик. Это тонкий и толстый кишечник, значит, за который влияет, первую очередь, на что? На внутри черепное давление. Вот она, центр мочки. Это у нас, по сути дела, качество нашего мозга. Вот мы прокачали, сняли нагрузку, улучшили качество межмозговых оболочек. Что мы сделали дойкой по Гиппократу? Дойкой по Гиппократу мы с вами усилили бронхиальное дерево, мы с вами усилили сонные артерии, мы с вами усилили работу щитовидной железы. Ну, и точка донтиста говорит уже о чем? Говорит о том, что мы с вами восстановили качество предферментного обеспечения ротовой полости. То есть, то, что мы потеряли вот за это время перелета, условно говоря, да, мы неполноценно покушали, или там, неполноценно попили, неполноценно поспали, неполноценно отправление функциональное сделали физиологическое. Мы вернули количество лизоцима, то есть, мы разбудили пара щитовидной железы, мы возбудили центры, которые выдают нам слюнные, качество слюных протоков и, соответственно, качество лизоцима. Почему? Потому что, с одной стороны, это не только пищеварительная активность, но это еще и антибактериальная, антивирусная. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что люди, которые очень часто и много летают, часто и много летают, они страдают такими вещами, как аденома пара щитовидных желез. Пожалуйста, это вот просто надо иметь в виду, что если у вас длительные командировки, если вы перелетаете, грубо говоря, больше, чем через 2 и 3 часовых пояса, имейте в виду, что ваши пара щитовидные железы будут выключаться, а это будет отражаться на поведении кальция, это будет отражаться на поведении сердечно-сосудистой системе, в части именно тех митохондриев, которые обеспечивают качество работы левого желудочка, потому что пропускается время нормального опорожнения и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот такие моменты, опять же, связаны с гигиеной полетов, и с гигиеной пилотов. Выполняйте эти упражнения на здоровье, и если вы хотите получить вот это вот упражнение, разработанное конкретно под вас, то следующая цифра это цифра 5, и ваша задача под этим видео есть телеграм-бот, вы туда переходите, вводите 5 этих цифр, и попадаете на консультацию совершенно бесплатно. Такой вопрос, если длительное вождение за рулем и засыпаешь, есть ли какие-то упражнения, которые могут привести в чувство? Да, так называемая знаменитая троица погонщика мола, вот, если кому-то не нравится слово мол, погонщика ишака, если не нравится ишака, погонщика верблюдов. Это знаменитая троица, которая находится у вас в буквальном смысле под руками, это первая точка, это точка межбронного союза, на которую вы воздействуете в течение полутора-двух минут, по часовой стрелке, найти ее очень легко, вот здесь у вас между бровей под кожей вы находите у себя очень легко костную бороздочку, в центре ее ставите указательный палец и вот таким вот образом массируете обозначенное время, а потом переходите на точки козелка или так называемых ушных форточек, вот они, вот он, козелок у вас и вот у вас точки, которые находятся в предкозелковой ямке, ставите сюда и одновременно воздействуете на них в течение полутора-двух минут, разгоняете вот эти все моменты, которые вас приводят к засыпанию. С чем это происходит? Почему это происходит? Это происходит с монотонностью движения и в этом плане, в этом плане, конечно, очень хорошо еще помогают, но они достаточно специфические точки, они достаточно специфические точки, точка подготовка к дороге называется, точка подготовка к дороге это когда мы с вами берем центр макушки, находим зону заросшего родничка и в течение трех-четырех минут по часовой стрелке это место у себя массируем. Кстати сказать, это любимое место католических священников, которые вот или точка миссионеров еще называют это место, которое длительное хождение. Вот у вас получается практически четыре воздействия, начинаете дорогу с того, что вы воздействуете на это место, на зону Байхуэй, вот в этом месте, а потом не доводите себя, конечно, вот до этого засыпания, поставить какую-то алярмизацию, если у вас нету, как, например, в моей машине есть устройство, которое указывает на то, что человек начинает терять ориентиры. Вот, если нету, значит, ставьте на телефон или на что, через каждые полтора часа. Останавливайтесь, массируйте себе эти места, места и двигайтесь очень хорошо. Потом я хочу сказать, может быть, для кого-то удивительно это прозвучит, очень хорошо работает такой рецепт гастрономический, как клюквенный кисель. Пожалуйста, если вы в длительной дороге можете сварить себе, приготовить сейчас эти кисели, слава богу, опять появились в свободной продаже, просто сделали, сварили у себя. Я стараюсь их делать на меду, вот, чтобы у вас термосочки был вот этот кисель или такой концентрированный клюквенный компот. Очень хорошо, клюква сама по себе очень хорошо стимулирует эти моменты и снимает вот это напряжение. Какие еще продукты не рекомендуется употреблять? Ну, я бы вообще бы не рекомендовал бы все, я бы не рекомендовал продукции, продукты, которые вызывают в первую очередь немотивированную жажду с утра. А что это? Немотивированная жажда, но это само поведение, так сказать, автопати, так сказать, когда человек начинает употреблять различные средства очищения желудка, очищения кишечника, помимо каких-то адсорбентов это расхожие рассолы и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, если вам хочется что-то соленого покушать, вот вы для себя хотите соленого поесть, ну, лучше это сделать в обед. Никак не делайте это с утра и никак не делайте это на ночь. Вот, с одной стороны. Ну, и другие, конечно, элементарные вещи, которые связаны о грибах, мы с вами поговорили, это избыток жиров, избыток жиров в тугоплавких рационе. Это говяжий жир, бараний жир, если вы хотите покушать, хорошо, ну, вот, вот завтра вам не жить, а сегодня вам мясо хочется покушать, пожалуйста. Это может быть нутрия, это может быть кролик, это может быть правильно приготовленная курица, это может быть правильно приготовленная рыба, вот, ну, а вот то, что касается баранины, то, что касается жирной говядины, то, что касается особенно жирной свиной грудинки, то это лучше, конечно, не делать, почему, потому что все вот эти жиры, они в течение светового дня, будем говорить, до 16 часов, Они себя ведут по отношению к человеку крайне полезно, это источники энергии, но когда мы переносим это на вечерние часы, то тогда конечно потребности в желчи и потребности в кроветворении со стороны печени будут увеличиваться несколько раз, тогда не ждите благополучного ответа по железу, по ферритину, по билирубину и так далее, так далее, так далее. Так что в каждом конкретном случае есть группа коллаборантов, но мы же не говорим о ежедневном, в смысле мы же не говорим о каких-то вечеринках, свадьбах, каких-то будем говорить ситуациях, но если вы ежедневно такие вещи себе позволяете, то конечно вот как раз таки повышенное количество жиров в рационе питания, особенно в вечерние часы приводит к тому, что железо начинает просто... Идет так называемая пресловутая деглобинизация. Мы теряем гемоглобин, мы теряем поверхностные ощущения эритроцитов, эритроциты становятся вялые, зернистые, в них появляется свойство к слепанию, и кстати, так сказать, вот эти вот моменты связанные уже с формулой крови, они как раз таки дают вот эти пресловутые моменты, за которыми мы потом боремся всеми правдами и неправдами, это липопротеиды высокой и низкой плотности. Кто-то любит суши на ночь есть тоже, после этого очень сильно, ну это соленое, соответственно человек просыпается в ночь. Конечно, конечно, конечно. Ну, понимаете, Валерий Владимирович, дело в том, что ведь, что такое, кто-то очень любит суши есть на ночь, ну а зачем суши есть на ночь, так сказать, когда, если вы хотите, если вам нужна форма, я небольшой знаток суши, вернее я знаток, но я небольшой любитель суши, но есть замечательные, просто замечательные суши, которые, в общем-то, я всегда рекомендовал своим почечным больным, так сказать, это облегченная, так называемая, лайт Калифорния. Это рис, сырой тунец и свежий огурец. Пожалуйста, и вы можете съесть его. Ну, дело в том, что прелесть тунца заключается в том, что он сам по себе очень органолептичен, и он очень быстро приносит систему, то, что называется, колоризация, вы очень быстро им насыщаетесь тунцом, вот, с одной стороны. Ну, с другой стороны, судя по тому, как таких умных, наверное, докторов, как я, достаточно много, и многие советуют тунец есть, стали много писать о том, что в тунеце больше всего нашли свинца и другие, да. Ну, я не думаю, что это так, потому что самое большое количество свинца и ртути, которое я знаю, это, в общем-то, находит в селедке и в оси, которая почему-то естся, естся, и никто и не останавливает. Не ее отловник, но и поедание. Существуют такие моменты, когда у нас какая-то важная встреча, там, с начальством, с клиентом, и, ну, ты уже подустал, в принципе, энергии нету, но если прийти неэнергичным, то, там, сделка или переговоры сорвутся. Вот, как можно себя привести в чувство, вот, перед этой встречей? Ну, перед этой встречей, если мы говорим о гастрономических приемах, то в этом плане очень хорошо работает киш-миш. Киш-миш. Да, очень хорошо работает. В этом смысле очень хорошо работает, так называемая, фундучная или мука грецких орехов. Вот. А если говорить об упражнениях, очень хорошо помогает в этом плане упражнения разогрев по гиппократу. Очень простой прием, когда вот вам достаточно вот таким вот образом взять свои, как мы говорим, окорочка больших пальцев, вот так вот максимально, 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 максимально их разогреть и приложить границы между височными и фронтальной зоной. Так, буквально на несколько секунд, когда тепло ваших рук, передаться через костную часть в оболочке мозга. Только выше надо немножко, вот эти вот места, их надо вот сюда положить, вот так. Вот они, костная граница, да. Вот это упражнение очень хорошо стимулирует кровеприток, очень быстро восстанавливает качество гиппотоцитов и в буквальном смысле вставляет хорошее настроение. Отлично. Вы даже сейчас вот можете, вот вместе со мной вот сделаете, я вижу, что у вас плечики немножко подустали уже, вот так вот потриете, 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 потриете раз и приложите. Вот, послушайте, уже по-другому себя ваша голова начнет вести. Вопрос про, вы сказали, про муку, прям ложкой муку есть? Нет, мука из грецкого, из грецкого, из фундука, да, ну как, перетертые орехи, да, достаточно, нет, не надо, ложка, зачем, в смысле, ложка, это можно, но достаточно, есть такое правило, так сказать, кончик столового ножа, положить под язык и дождаться рассасывания. Рассасывание. Вообще таких приемов много, но вот самые такие, будем говорить, которые можно легче всего сделать, там, яйца очень хорошо, каленые. Вот если мы возвращаемся к русскому народному творчеству, там, к сказкам, к различным и так далее, и так далее, и так далее, очень хорошо помогает каша из полбы, но вы же не будете с горшком каши ходить под мышкой, понимаете, как тибетский монах, не будете. Очень хорошо помогают каленые яйца, ну, яйца, пища путешественника, но вы же не будете ходить с мешком этих каленых яиц, хотя это вечная еда и... Ну, в целом, кишмиш и орешки, да, это на перекус. А это, да, такой, конечно, тем более, если вы находитесь в условиях, вот, вот, чем хороши орехи и чем хорош изюм в этом плане, особенно кишмиш, ну, не особенно кишмиш, там, в общем-то, есть еще разряд изюмов. Изюмов. Понимаете, это продукты, которые делают, так называемый, энергетический панцирь, вот, они просто защищают. Вот, кстати, это очень хорошо перекликается, перекликается с тем, как из ложи орехов сделаны, там, винтовки или, там, автоматы или ружья, или луки сделаны, да, вот, как мебель. Вот, ореховая мебель, она очень хорошо защищает от внешних проявлений и так далее, так далее, вот, понимаете? А суперсредством, вот мы с Татьяной Владимировной из Новочеркасска, из южного места, из южных городов, вот у нас, я не знаю, как у Киси, а у нас была, так сказать, мода, мы ели молодую акацию. Вот просто, как сейчас принято говорить, вштыривала так, что, я помню, мы бегали там, я очень любил бегать на дальние дистанции, пока не догонят, я имею в виду. Так вот, у нас прям правило было вот такое, там, ну, съешь этой акации, вот, а потом, когда я подрос, я смотрю, что у нас, оказывается, бабушка, как врачный фикционист, она наставила вот эту акацию. Дед затирки делал для своих пациентов, тоже из акации, вот, очень хорошо. То есть, у нас в этой части, ну, огромный арсенал этот прикладной, понимаете? Я не говорю уже о таких, в кавычках, банальных вещах, как, там, икра, например. Вот если говорить о рыбе и икре, самое, которое очень хорошо поднимает уровень энергии, это щучья икра. Да, вот, просто средства прекрасные. Консервные банки? Ну, да, которые продаются, да. Да, да, прямо, так сказать, на бутербродик накинуть и прекрасно. Если вы впервые смотрите этот канал, обязательно подписывайтесь, потому что у Виктора Владимировича целая энциклопедия разных всяких инструментов, которые можно применять в каких-то своих индивидуальных случаях. Обязательно пишите вопросы ниже в комментариях, что вас волнует, и мы будем записывать все следующие интервью и отвечать на ваши вопросы, чтобы помочь вам быть более эффективными, более здоровыми, чтобы вы прожили долгую счастливую жизнь. Мы с вами поговорили о том, как подготовиться ко сну, что надо вставать в 6 утра, а ложиться-то во сколько точно нужно? Ложиться нужно в 22.30, а стараться заснуть в 23 часа. Это, опять же, связано с целесообразностью поведения очень важного, крайне важного для нас энергетического органа, такого как желчный пузырь, мы должны ему дать состояние функционального покоя. Поэтому 23 часа замечательно, если бы вот уже ваши глаза к элизе Бетховена, и вы засыпаете, и все, и вас уносят морфейцы объятия. Что делать, если работа там 2 через 2 или, например, работаешь? Очень хороший вопрос вы задаете, извините, вас перебиваю. Есть правило, есть правило. Кстати, извините за нескромность, я удивил, крайне удивил своего мастера в Тибете, когда, в общем-то, на вопрос, что делать, если ты не спишь ночью, я, так сказать, с гордостью ответил. Следующий день нужно поститься, а половину следующего дня нужно спать. То есть, двое суток отработал, потом на следующий день пост, и спать. Да, если ты ночью не спал, если ты не спал ночью, это очень важно. Это очень важно, почему? Потому что вот мой военный опыт, как раз-таки, показывает, что вот операционисты, которые сидят на ночных вахтах, они очень печально заканчивают в этом плане, что у них ранние циррозы, ранние фиброэластозы печени, у них огромное количество гемангиом, огромное количество кист, и люди очень быстро стареют. Очень быстро стареют. Что делать, если ты работаешь в другом часовом поясе? Ну, например, человек живет в Новосибирске, а работает с Москвой, и ему приходится так или иначе ложиться позже. Ну, это вот примерно то же самое, что я вам сказал. Ну, если вы работаете так каждый день, то, естественно, вам надо сдвигать весь свой функционал. Ну, то есть 24 часа, условно говоря, вы уже подгоняете под московский режим. Понимаете, да? Или не, или непонятно. То есть к новосибирскому времени вы прибавляете разницу, это 4 или сколько там часов. И вы от этого отчета, от московского, начинаете свою жизнедеятельность. Но имейте в виду, что это прямой путь мочекаменную болезнь. То есть лучше как-то передоговориться, чтобы такого не было. Валерий Владимирович, ну, вы понимаете, мы живем в такое время, когда вот эти все договоры, переговоры, я просто знаю по опыту, к счастью для себя, работы, ну, Татьяна Владимировна, вот уже была свидетельницей, когда мы, когда я работал и с Японией, и с Соединенными Штатами Америки, то, в общем-то, там ребята, как сейчас принято говорить, прошаренные, они себя просто записывали, вот, понимаете, и в процессе конференции. А мне приходилось, потому что я-то работал через их вопросы, я работал с другими людьми. Ну, то есть это телемедицина была. И, конечно, они записывали вопросы и спокойно отдыхали, а мы с Татьяной Владимировной, так сказать. Ну, тяжело нам было, восстанавливались потом в достаточной степени тяжело. Ну, были молодые. Расскажите, пожалуйста, историю про то, как вы вообще пришли к этому методу, вот, как вы изобрели вот эти упражнения. Да, в общем-то, по большому счету я ничего не изобретал, потому что это такие вот вещи, которые, ну, я просто там читал много, знал много, что такое изометрическая гимнастика Самсона, что такое изометрическая гимнастика других ярких представителей русских и там шведских, финских школ было в этом плане. Потом на меня большое впечатление, так сказать, всегда производили вот эти греческие, римские скульптуры. И я стал просто обращать внимание, я, в общем-то, анатомию, извините за нескромность, всегда знал неплохо, с молодых ногтей. Я просто видел, смотрел, какое отношение, как. Ну, чтобы вам на примере было понятно, вот найдите, загуглите там мальчик, вынимающий занозу. И посмотрите, в какой он позе находится эта скульптура, умирающий раб, или там, будем говорить, лакоон со своими сыновьями. Я просто представил себе, нарисовал эту картину, а что у нас происходит в этот момент с сердцем, а что у нас в этот момент происходит с легкими, а как это может отражаться и так далее, и так далее. И, конечно, знания биологически активных точек и зон, просто они как бы сошлись в одну программу. И когда это, на самом деле, стало, будем говорить, иметь конкретное прикладное значение, это вот благодаря Юлиану Семеновичу Семенову. Вот, кстати, через японца, через японского моцелока о коне, меня познакомили вот с Юлианой Семеновичем Семеновым, ну вот. Автора «Семнадцати мгновений». Да, автора «Семнадцати мгновений», великолепный человек, ну, просто шикарнейший дядька во всех смыслах этого слова, великолепный писатель и так далее, и так далее. Ну, вот человек пришел к японцу, мы сидели в медсанчасти завода имени Лихачева. Вот, моцелока говорит, хочешь познакомиться? Я говорю, хочу. Вот вышли, познакомились, потом поехали к нему водку пить. Вот, и, ну, я любопытный человек, я говорю, как, а что? Он говорит, ты кто, доктор или журналист? Я говорю, я не знаю, говорю, Юлиан Семенович, больше, но мне вас видеть вот в живом, как говорится, виде, для меня это я сейчас вот вам рассказываю, у меня мурашки до сих пор бегают. Вот, ну, разговорились, разговорились. Я смотрю, ну, как доктор, он сидит, хмурится, плечами пожимает. Ну, вот, я говорю, что-то беспокоит. Он, да, вот голова болит, померили давление 210 на 140. Ну, взяли, сделали, я ему сделал точечный массаж, у меня всегда в тюбике, в тубусе иголки были, поставил ему иглы, перемерили давление через 15 минут. Я говорю, только смотрите, в туалет будете сейчас часто ходить. И он потом, ну, вот, мы в одной из книжек с Татьяной Динонашем написали, спасибо тебе, доктор, писал, как кабан. Вот, значит, вот, спустил он из себя в этом смысле. Помогли мы ему, и он стал потом приезжать к нам, потом я к нему ездил в Серебряный Бор. Ну, так вот подружились, познакомились, ну, вот он разрешил себя называть Юликом, ну, не разрешил, говорит, хватит меня там по отчеству звать, Юлик и Юлик, вот, через него там и с Никитой Сергеевичем Михалковым, сестра его познакомился. Ну, и расписали ему вот эти упражнения, вот он их делал. Потом ему надо было в Японию уезжать. Вот он приходит и говорит, слушай, ну, я не думаю, что мы скоро с тобой встретимся, увидимся. Тебе же тоже надо будет на службу после московской командировки уезжать. Ты можешь какой-то комплекс мне такой дать, чтобы я мог им сам пользоваться? Ну, и все, там сели с Мацокой, разработали. Мацокка мне еще там подсказал, какие моменты. Ну, все, отдали ему этот список, и все, и человек стал себе помогать, помогать, помогать. Конечно, очень жалко, что там так катастрофически быстро, ну, есть там обстоятельства, силу чего он ушел из этой жизни, ну, а так, конечно, это ему очень помогало. А так, это комплекс, он как-то собирался, собирался, понимаете, то там, то там, то там. У меня так судьба свела с очень многими известными людьми, там, Василий Иванович Алексеев, потом Давид Ригерт, это вот наши российские тяжелоатлеты, Гена Бессонов, призер Олимпийских игр тяжелоатлета. Вот я им показывал определенные упражнения. Вася покойный, так он вообще был фанат всех этих моментов, говорит, ты мне покажи вот упражнение, вот то, что вот у нас есть такое там упражнение, которое называется «Сила бамбука». Так вот, я Васе показал, и вот, Василий Иванович, вот рвите вот эти вот моменты, и будет хорошо. Потом вот это то, что мы с Василием Ивановичем освоили, очень хорошо помогло моему замечательному товарищу, к сожалению, тоже покойному, Саше Курловичу, тоже олимпийскому чемпиону. Шикарнейший, просто. Красавец во всех смыслах этого слова. Шикарный спортсмен. Все, вот у него рывок не шел. Вот не идет рывок, и все. Не идет. Давид, созвонился, Давид Адамович, Риггерд со мной говорит, «Виктор, ну помоги, вот у Сашки рывок не идет». Я говорю, посмотрите, что у него с горлом. Я говорю, там ангина хроническая. Посмотрели, там хроническая ангина. А так сошлось, что мы там встречались на тот момент в 90-м году. Мы с ним встретились в Клайпеде с Сашкой. Вот мы ему хорошо помыли, почистили горло. Вот он поехал на играх доброй воли, там все золото позабирал. Так что вот эта система, она так сложилась, сложилась. Ну а потом вот, умница, красавица моя. Че ты с этим всем ходишь? Давай одну книжку написали, вторую книжку написали. Так оно все сошлось. Спасибо большое, что вы поделились историей. И вам, уважаемые зрители, спасибо за то, что вы посмотрели наше интервью. Опять же, обязательно проходите по ссылке под этим видео, вводите пятизначное кодовое значение и записывайтесь к нам на бесплатную скорую помощь онлайн, где мы конкретно под вас подберем эти упражнения и спасем, возможно, вашу жизнь или же повысим вашу продуктивность. С вами был Виктор Владиленович Картавенко и Валерий Владиленович Морозов. Спасибо.